Всем привет, друзья! Вы на канале Budget Filmmaker. Сегодня не буду долго тянуть, у нас очень интересная, животрепещущая тема. Мы с вами будем сравнивать Full HD изображения с разных камер. И на данный момент они все у меня здесь не лежат, я вам не буду их демонстрировать, для того, чтобы вы не узнали, на какую из этих камер сейчас идет запись и на какой объектив. Это первое, наверное, что вы должны будете написать в комментарии, посмотрев это видео. Второе, что вы должны будете написать, это какая камера, на ваш взгляд, оказалась самой худшей и какая камера, на ваш взгляд, оказалась самой лучшей. Итак, у нас Sony, три камеры, 6300, 6400 и α7S первого поколения. Два Canon, старичок 60D и Canon EOS R. А также у нас всеми любимый, наверное, Fudge X-T3. Да, что касается объективов, вы, наверное, уже здесь видите, я вам показываю фотографии. Объективы будут везде разные, но я вам впоследствии буду много раз говорить, почему это для нас не имеет особого значения. Ну и, собственно, не будем тянуть резину, стартуем. Просто небольшое вступление, мы постоим, поторгуем лицом. Смотрите, что у нас происходит. Сейчас все камеры будут переключаться. У нас здесь, как минимум, пока что 5, но, возможно, будет 6 камер. Альфа 7S первого поколения, альфа 6300, альфа 6400, это Sony. Два Canon 60D, 60? 60D и Canon EOS R. Все эти камеры пишут в Full HD, 25 кадров пока что. Опять-таки, широким планом, аналогом 24 миллиметров. Одна двухсотая, точнее нет, одна шестьсот сороковая ISO 100. Баланс белого облачка на всех камерах. И на всех камерах стандартный профиль без каких-либо регулировок, там, плюс-минус и все остальное. И вот такое изображение мы получаем. Опять-таки, фокус выставлен мануально, сейчас именно по мне. Мы смотрим, что это такое. Можно приблизить там на, не знаю, на 200%, хотя в этом нет необходимости. Смотрите, немножечко такой, опять-таки, вводной информации. Мы тестируем именно в Full HD. Вы скажете, что объективы на всех камерах разные, камон, и это будет, ну, абсолютно разное какое-то изображение. Но на самом деле это не так. Если бы мы снимали 4К или снимали фото, то вот здесь именно качество объективов, от нашего качества объективов зависело бы очень многое. Но когда мы снимаем Full HD, вот я на своих Sony, я просто не вижу разницы между китом и какой-нибудь Sigma 16, которая просто мега резкая и мега детализированная. Но в силу вот этого снятия изображения с матрицы путем пиксель-биннинга, у нас все наглухо засирается и получается то, что мы с вами видим. И, конечно же, как вы знаете, на Sony 6000 серии самое ужасное Full HD в мире. И у нас здесь есть еще Canon, которым, в принципе, можно помыть руки, если мы говорим о 60D. И Canon EOS R, который уже должен был его превзойти в какой-то степени. Естественно, должен был. Ну и, собственно, мы все это с вами смотрим. У нас общий план, 25 кадров в секунду, Full HD. Субтитры сделал DimaTorzok Единственная мысль, которую вы должны сейчас держать в голове. А где же у нас, где же, какая из этих камер пишет самое худшее, самое худшее в мире Full HD? Естественно, эти ваши мысли я бы хотел увидеть в комментариях. И какая из этих камер пишет, наверное, лучшее на ваш субъективный взгляд Full HD? И я еще раз напоминаю, что от объектива в данной ситуации это никак не зависит. Это зависит лишь от метода считывания изображения, от самой матрицы и от метода считывания изображения и запаковывания в какой-либо кодек самой камеры. И да, у нас есть даже супер-старушки. Когда вышло 60D? 13-е, может, у меня странно. Мне кажется. Да, наверное, до 10-го года. Это было просто вообще. И, наверное, R получается самая новинка из всех. 18-е, в конец. Вот. Это самая новая камера. А, 6400 вышло, наверное, примерно тогда же. Да, да. И вот у нас, я еще раз напоминаю, 75 миллиметров, какой-то более портретный режим. Но диафрагма 5,6 только для того, чтобы поставить все объективы, все камеры в одинаковое положение. Ну и на более прикрытой диафрагме мы лучше видим с вами детализацию. Там, где даже ее совсем нет. Итак, ребята, сейчас у нас, наверное, самое такое главное свадебное, свадебный режим съемки. Это Full HD 50 кадров для того, чтобы прогулочку снять, немножечко ее замедлить. Но и, наверное, многие из этих камер, во-первых, одна у нас сошла сразу же. Сошла с этой дистанции. То есть 60D у нас может так записывать только в 720p. Соответственно, ее мы здесь не тестим. Все остальные у нас пишут 50 кадров Full HD. Но смотрите, какая история. Например, даже первая ESCO 50 кадров уже пишет немного хуже, чем 25 кадров. И вот сейчас у вас есть огромная возможность все это сравнить. Сейчас вышло солнце. Баланс белого у нас уже солнечный день, да, яркий. На 250-е, по-моему. И вот такое изображение мы на всех этих камерах получаем. Получаем. Вы все видели своими собственными глазами. И сейчас вы могли наблюдать только подписи 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И да, я не буду говорить вам, какая камера являлась какой. Как я уже сказал в начале, вы опускаетесь в комментарии. Пишите, на какую камеру было записано вступление. Какой, по вашему мнению, там, возможно, был объектив. И номер камеры с худшим Full HD изображением. И номер камеры с лучшим Full HD изображением. И я даю вам несколько дней, чтобы все мои, большая часть моей аудитории посмотрела этот ролик, ознакомилась, сделала свои выводы. И через несколько дней я записываю еще одно видео, в котором полностью рассказываю вам, где была какая камера. Рассказываю вам свои мысли на этот счет. И рассказываю вам, почему мы получили такие результаты. Я надеюсь, это было вам интересно. Ну и на этом мы прощаемся, но совсем ненадолго. Все, ребята, увидимся. Бывайте.